Окей, перед тем, как мы продолжим заниматься, разбирать законы Натилат Ядаема, мы уже с вами обсудили Натилат Ядаем перед едой, и сегодня мы будем говорить вообще в общем Натилат Ядаеме, то есть какая посуда подходит, как именно нужно воду лить на руки, если успеем, дойдем, да, вообще какая вода пригодна на Натилат Ядаема и прочее, прочее, прочее. Но прежде немножко мусара, есть такая мысль, известная мысль, да, в Торе, что человек судится по тому, как он относится к другим. Если человек не может, да, прощать людям мелочи, которые как бы его раздражают по отношению к нему, то как он может элементарно ожидать, что Всевышний простит его за все те вещи, которые он делает перед ним? Да, то есть мы должны понимать, что МИДАК и НЕГД, МИДАМ, МИРАЗАМИРУ, это один из основных принципов, да, поведения, то есть человек сам судит себя, по сути он сам себя судит. То, как ты, твоя установка, твоя перспектива на мир, вот в каком мире ты живешь, так же мир к тебе и отнесется. То есть такими же глазами будет относиться к тебе, если ты реально считаешь, что это правда, что так должно быть, что нельзя давать людям спуску, что вот надо так, окей, имей в виду, что есть, ну, тогда и ты должен быть таким же. Отсказывает историю про МИРА Шапиру из Люблина, основателя по программе «Дафьёми». Так вот, однажды он открыл свою знаменитую Ешиву, и у него в Ешиве было очень редко на те времена такая крутая Ешива, там было много еды, такая вот, все было, ну, вот, сделано действительно от души. И он ездил, а тогда, как обычно, Ешивы были вообще там чуть ли не там, не знаю, не скамейки, стулья расшатанные, и есть нечего было. Там, короче, были очень бедные Ешивы. Он собирал деньги на свою Ешиву, и один из богачей сказал ему, уважаемый Рэбе, говорит, а разве Мишна в Пиркевот не говорит, что человек должен хлеб с солью есть, и на земле спать, и воду в ограниченных количествах пить, но на Торе он должен трудиться. То есть что-то слишком крутое у вас, да, условия такие в Ешиве. Абемей рассказал ему так. Ты знаешь, мы очень часто находим в Торе противоречивые высказывания. Например, в книге «Шмот» мы читаем «Не удерживай покрывала бедняка, который одолжил у тебя». А с другой стороны, царь Шломо пишет, что человек, одолживший деньги, должен вести себя как раб того, у кого он их одолжил. То есть непонятно, да. Как разрешить все эти противоречивые установки? Так в итоге как можно себя вести? То есть ты должен опасаться ни в коем случае ты у него одолжил, не напоминай ему о том, что он тебе должен. Верни ему залог до темноты, если ему не на чем спать. Или наоборот, слушай, ты, да, тот, кто одолжил, должен вообще понимать, что он как бы, да, он раб того, у кого одолжил. Ответ очень простой, говорит он. Одни высказывания касаются того, кто одолжил, а другие тем людям, которые способны одолжить. И каждый должен вести себя соответственно со своей ролью. То же самое здесь. То, что написано в Мишне, написано этим ученикам, изучающим Тору, что они должны себя приучать, изучать Тору даже в самых стесненных условиях. То есть даже если реально они спят на земле, им не хватает есть и пить, они должны говорить себе, я учу Тору в любых обстоятельствах. Но, с другой стороны, те люди, которые, наоборот, помогают, которые поддерживают, которые дают, эти люди должны как раз-таки постараться, наоборот, идти по другому закону, то есть делать все необходимое, чтобы у них был комфорт и изобилие, как сказано в Торе, что Тора должна быть древом жизни, то есть максимально сделать для них приятное. Поэтому говорит то же самое и здесь. С точки зрения, с точки зрения, говорит, людей, которые учатся в Яшиве, они должны себя воспитывать и быть готовыми к тому, чтобы учить Тору в самых-самых стесненных условиях. Но спонсоры, доноры, которые дают, они, наоборот, должны исходить из другого пасука в Торе, и стараться сделать максимально шикарные условия, да, и много еды, и тепло, и чтобы было, да, изобилие, и тогда, тогда будет. Поэтому он ему сказал, защищать такой образ жизни, как описан в Мишне, is really not your business, да, на самом деле не, то есть это не то, что касается тебя. Есть люди, которые дают, есть люди, которые принимают, Тора обращается и к тем, и к другим, да, с точки зрения того, кто одолжил деньги, должен быть очень-очень аккуратен, чтобы вернуть вовремя, чтобы быть суперобязанным и прочее, и прочее. Но с другой стороны, Тора обращается к тому, кто дает деньги. Ты, в свою очередь, да, не доминируй, да, не напоминай лишний раз, то есть помоги человеку и так далее, да, так решаются эти противоречия. Так ответил на Мураби Мейер Шапиро из Люблина. Окей. Итак. Итак. Так. Вот. И мы сегодня, мы закончили тему с началать едаемом перед едой, и переходим плавно на ту же тему, но немножко, да, началать едаемом перед тем, как употреблением пищи, которая в воде, а точнее в семи видах жидкости. А у хельда варши ешелавр тивут май. Любой продукт, который имеет на себе, он вымочен в жидкости, и ты ешь его не внутри трапезы, а хочешь просто поесть его, он мишар машкин сони ним, или любой другой вида жидкости, как, например, вино, пчелиный мед, то есть яблоко решил мед окунуть просто без хлеба, решил мяда, яблоко окунуть в мед и поесть. Или оливковое масло, картошку решил макнуть, или в молоко, или в росу, или в кровь, да, я не знаю, но тут семь видов жидкостей. Вело не гев, и не собираешься вытирать, въешь базеры тивут шии то фэх, и, то есть ты собираешься столько макнуть, что если дотронуться, она передаст влажность тому, что до него дотронется. Царих ле толь ядав, необходимо сделать на телат ядаем. Оказывается, перед тем, как поесть яблоко с медом и картошку с маслом, нужно омывать руки. Блибраха, конечно же, без благословения, но нужно делать на телат ядаем. И все мы знаем этот закон. Откуда мы его знаем? Мы знаем его из пасхального седера. Урхац, мы упоминали его вчера. Во время Урхац мы омываем руки. Кто-то омывает только бааль, тот ведет седер, но большинство омывают все руки. Почему? Потому что карпас, окунание картошки, сердерея, то, что окунает морковки в соленую воду, считается как раз-таки этот самый закон, необходимо омыть руки. Необходимо омыть руки. Но на самом деле та лоха, это не только в пасхальный седер. Это всегда, когда человек хочет поесть какие-то вещи, которые, да, влажные. Очень много здесь законов. Я не знаю, насколько они все актуальны, но, да, парочку выберем отсюда. Человек, который кушает руками мясо или курицу, на которых есть вода, то, то есть она прямо в воде, да, вареная, настолько, что если дотронуться, она оставит влажность, вне трапезы, вареную курицу, должна мыть руки, как и в любом другой ситуации. Но если он кушает жареную курицу, несмотря на то, что даже до того, как ее пожарить, ее вы сварили в воде, тогда уже не нужно вжареное, можно есть, не омывая руки. Человек, который кушает жирные пончики, которые, если выжать, полстакана масла может получиться, то есть они в масле, пончики, тем не менее, что они вымочены, да, что они в масле, и когда ты трогаешь, у тебя остается масло на руках, не нужно омывать руки. Почему? Кто догадается? Почему пончики в масле не нужно омывать руки? Потому что мы сказали, что не любая жидкость, а только 7 видов жидкостей, и в 7 видах жидкости есть жидкость оливковое масло, шемензайт, а любое другое полсолнечное масло, оно не подпадает, поэтому можно есть. Агер, а скажи, объясни сначала, это вообще говорится про то, когда ты руками кушаешь только? Нет, вот это следующий закон. Нет, 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 тоже мы это выберем. Даже если ты кушаешь вилкой, не ложкой, это следующее, сейчас я где-то его тут хотел прочитать, сейчас мы его найдем. Тоже нужно омывать руки, даже если кушаешь вилкой. Сейчас, сейчас, так вот закончим. А, вот, следующий, следующий аллаха, как раз, что я ищу. Вот, следующий аллаха у нас как раз про это. Но, то есть, если ты кушаешь пончик вымоченный, ну, пончик не вымоченный, а он жареный во фритюре, в нем масло, не нужно омывать руки, потому что это масло не оливковое. Но, если ты богаче, ты пожарил пончики в оливковом масле, тогда оно требует на телоте, да, ему нужно омыть руки. Человек, который кушает овощи в супе, вытаскивает вне сауды. Ой, можно у тебя картошечку из супа достать? Орес или рис, или любое варево, которая жидкая, даже ложкой или вилкой, ложкой или вилкой, это в супе. Не должен омывать руки, потому что из-за того, что оно погружено в жидкость. Таков обычай? Потому что путь еды, таких блюд, именно ложкой и вилкой. Ну, да, тяжело представить себе, как человек будет суп кушать, вытаскивая оттуда что-то руками. О, и вот он закон. Но если это вид пищи, такой, который обычно кушают руками, даже если ты будешь кушать его вилкой или ложкой, ты должен омывать руки. И делать матилат. Но если это вид пищи, как только что мы сказали, который не кушают руками, а его кушают ложкой или вилкой, тогда руки омывать не нужно. Ну, что еще отсюда? Не знаю. Да, вот можно еще одна аллаха. Что если человек сделал май махрунин, а потом решил съесть картошку в масле, как мы сказали, или яблоко с медом, или что-то такое, понятно, что он должен снова омыть руки. То есть май махрунин – это не на телат ядаем. Май махрунин – это не на телат ядаем. Почему? Потому что принято делать май махрунин – чуть-чуть капать воды, а на телат ядаем – это все-таки больше. А почему цариха не тролль ядаф шув? Веколь шекен имквар бирех биркат амазон веевю лутехев. Ахар биркат амазон доварши тивилово вашке. И дальше он сказал биркат амазон, и сразу после бирката амазона ему принесли такую еду, какой-то продукт в воде, в жидкости, и нужно снова омыть руки. Веш руки, и меч, которые с этим спорят, ве мекель базе бет цорех ешло анмаши смо. Если ты тяжело, какие-то трудности с этим, то есть тебе на что положиться, можно облегчить. Мы говорим про на телат ядаем обязательный, но без благословения. Мы увидим, что есть несколько таких на телат ядаем. На телат ядаем просто снайс, на телат ядаем просто еды, все это знают перед едой. Например, если на телат ядаем перед молитвой, обязательно, но без благословения. А этот на телат ядаем перед любого вида продуктов, который в одном из семи видов жидкости. Если человек омыл руки, чтобы поесть какой-то вид из этих видов пищи, который был в жидкости, а потом решил поесть хлеба, да, в принципе, на телат ядаем тот же, и даже он не прервался, все равно нельзя, нельзя засчитать на телат ядаем перед хлебом. Только на телат ядаем заново говорить не нужно. Хотя он делает перед хлебом. Потому что, может быть, тот на телат ядаем сработал, и так как есть сомнения, он уже его сделал, руки чистые, то на телат ядаем он сказать не сможет. Окей, это все-таки далекий аллахот, но просто вот интересно знать, что мы отсюда хотим взять, что если ты ешь какой-то вид пищи, который принято ест руками, и он сейчас вымочен в масле оливковом, либо в воде, либо, мы сказали, да, в вине, либо в меде пчелином. Яблоки с медом, короче, нужно омывать руки. Это требует на телат ядаем. Окей. The basically not lean. Теперь мы знаем, что на телат ядаем нужно делать из сосуда. Какие критерии кошерного дан, кошерной на телатнице? Что можно использовать как на телатницу? Пластиковый стакан. Да, то есть, что подходит под это? Нельзя лить своему товарищу, делать на телат ядаем, своими ладонями. Нельзя взять в ладони воду и лить другому человеку из рук. Нужно использовать сосуды. То есть, один человек, даже если у него чистые руки, не может из рук в руки лить не получать. Не работает. На самом деле, любой сосуд подходит для на телат ядаема. Любая емкость, которая держит воду. Афилукли асуйме рефеш, ве афар, даже земляной, глиняный, любой сосуд. Ве царикши акли е махазик, шеу ревит майм. Единственное, что, чтобы этот сосуд в состоянии был в себя удержать, в себе ревит воды. То есть, объем 86 миллилитров. Ве им эйнома хазик ревит эно отлимемену. Но если он не способен держать такой объем воды в себе, его нельзя использовать для на телат ядаема. Афилуши малену камам паамин. Даже если ты напомнишь его много раз, и ты пытаешься собрать ревит, выливая из него много раз себе на руку, ве царик, нужно снова перемыть руки по закону. То есть, одно поливание, он должен вмещать в себя ревит. Какое именно говорим? Право-лево, право-лево или право-право-лево-лево? Мы говорим про на телат ядаем перед едой сейчас. Мы говорим про на телат ядаем перед едой. И на телат ядаем, наверное, перед вот этими видами пищи, которые в жидкости. Ну да. Что касается... Я думаю, одинаковый закон. Что касается сосудов именно, закон одинаковый. Нет. Как мы омываем руки перед такими фруктами мокрыми? А, конечно, как перед едой, как перед хлебом. Поэтому мы даже задавались вопросом, если ты омыл руки перед фруктами, а потом решил поесть с хлеба, нужно ли тебе снова делать на телат? Почему? Потому что он один в один, как перед хлебом. то есть перед такой едой нужно омывать руки, как перед хлебом. воцарих литол шув от едав в кадзину в коль маком. Эйн צרих ленагев едав кодом шиятлек дат, в яхол литол едав литол и сделать для трапезы из такой бутылочки. И это касается из нашей пластиковой бутылки, которая вот сегодня распространена. Потому что внизу есть у нее углубление, которое позволяет этой бутылке прямо стоять. Не знаю, как это связано. Есть какая-то вкладка из черного пластика, которая позволяет бутылке стоять прямо, держать форму. Я не знаю, клиш ешь. Короче, пластиковая бутылка, бутылки с узким горлышком подходят для начала тядаема, но это кулап, лякель. Да, потому что медленно из тонкого горлышка мало льется. А нужно, чтобы ты мог как бы много налить, рвить сразу. Любой тазик, который способен держать воду, для этого предназначен, можно быть использована для начала тядаема. Теперь, какой не подходит. И, кстати, это очень важность. У вас дома есть натилатница. Мне дочка пришла из Хедера и сказала такой закон. Я, говорит, учила в Хедере, что натилат, в которой есть дырка, говорит, она, говорит, не подходит. Я думаю, вау, круто, и действительно у нас натилатная такая красивая старая натилатница, но в ней ручка немножко отжала, и есть дырка теперь в сосуде. Так вот, любой сосуд для натилатия тядаема, если он на таково садук проткнуты или пробитые, о шавур или разбитые, такой сосуд непригодный. Единственное, что если у него дырка вверху, а все, что ниже, способно уместить рвеид, и нет у человека другого сосуда, чтобы сделать натилат ядаем, мутар литолит ядавник лизет дареханекер. Тогда можно использовать даже это отверстие, эту дырку, поливать себе руки, ну, другого нету. Ахлой евреханет ядаем. Но браху сказать на такой натилат ядаем ты не сможешь. То есть надо следить, чтобы натилатницы были не повреждены, в них не было отверстий, они не были пробиты. То есть надо был цельный, должен быть цельный сосуд, не протекающий. Снизу там, особенно, в месте, где находится днище. Итак, кейцад яво амайм, альядав. Каким образом следующий симан, куфнунтет, вода должна литься на руки? Алев. Почему-то продолжение идет. Может, это как-то связано с предыдущим, но царих вав. Следующий пьет симан, не алев. Царих ша амайм га юрдим альядайм, явоум меко ахадам. Велош явоум алейгем. Вот это очень важный закон. Особенно в наше время, когда часто мы ходим в места необязательно кошерные. Имеется в виду, где мы кушаем. То есть там нету натилатниц. И мы омываем руки из кранов. Обычных кранов, потому что мы сходили в туалет, пили чай, да. И вот теперь нужно омыть руки. Натилатницы нету. Важно, чтобы натилат ядаем, вода, которая лилась на руки, всегда была меко ахадам. Посредством усилий человека. А не сама по себе. Мы обсуждали, да, если... Помните, мы обсуждали водопад. И вода льется. Она уже льется, и ты подставляешь руки. То есть в море, в реку классно, идеально, можно, кошерно. Но что касается водопада, когда сама по себе вода льется, не есть хорошо, необходимо что-то придумать, чтобы была все-таки какая-то сила человека в этом участвовала. И поэтому любой человек подходит для этой цели. То есть любой человек может полить тебе на руку воду. Даже слепой, глухой ребенок или сумасшедший. Даже обезьяну, шимпанзе, если натренировать, чтобы она полила тебе воду на руки, это кошерно тела. И даже если да, не еврей, который прислуживает, помогает, там официант, принес тебе воду, ты можешь использовать эту воду, а то, что маршаль пишет с такими вещами, быть поаккуратнее, то есть не использовать воду, которую принес. Он имел в виду, что нужно быть аккуратным, чтобы этот гой не распрыскал эту воду на свои руки во время на тела тядаема. Вот что он имел в виду. Но столько, сколько это возможно, если это не важно, можно облегчить и попросить, чтобы даже он полил тебе воду на руки. Который пишет, что в наше время вообще обычаи, что обслуживающий персонал, даже если это не евреи, могут спокойно поливать руки для тела тядаема евреям. И не нужно на этом устражать вообще. Вот интересно. Смотрите, что пишет Ялкут. Мы, конечно, добрались. Не нужно омывать руки посредством крана. Открывание и закрывание крана. Вау! До этого момента я думал, что это Я слышал это от Рава, Ашкинавского Рава. Не нужно или нельзя? Лекадхилла Эйм. Не, не, нет. Это как бы на Ашкинавский рабоним, я прямо спрашивал, мне сказали, чуть ли это не лекадхилла идеально. То есть подойти к крану и дергать его и лить себе на руки, это вообще как бы это то же самое, что помыть руки. Он пишет нет. Он говорит, лекадхилла изначально это не есть. Это не равно, вообще не равно. То есть не нужно лекадхилла. У тебя есть постоять пять минут, подождать и сделать из натилатницы и рядом кран. Я сделаю из крана. Нет. Лекадхилла, стой, жди, жди натилатницу. Элла, етоль, альядэякли. Предпочтительнее делать натилатъядаем именно из сосуда. У миколь макома макома мекель ба-зэ бешатат хак, шкишэнло, клин на тела, альядэ птихат визагироту а-бэрэс, бухольше, швиха-шхача альядав, ешну альма шейсмо. Вообще он так пишет прям бешатат хак. Но, говорит, без стесненных обстоятельств, говорит, когда у тебя нету натилатницы, ты можешь поднимать и опускать кран и лить себе на руку и таким образом, говорит, тебе есть на что положиться. Это еще что? При условии, говорит, что вода, которая приходит в кран, она идет из бака, который находится на крыше. Да, работа. Я понял, почему. Вау, это бомба. Мне кажется, я понял, почему. Коагавра. Потому что есть система такая. Вы знаете, что у нас в квартирах, в обычных домах есть, когда продувают трубы, там есть напор, который дает котельная, то есть под напором, даже когда воды нет, ты открываешь, ууу, кран, он его толкает, эту воду. А это не пойдет, если открывая кран, то есть если у тебя система, что у тебя наверху на крыше бак, и он давит, и получается, когда ты открываешь кран, то твоя сила открыванием крана вода спускается. Вода выливается посредством того, что ты ее открываешь. Но если есть какой-то напор, который ее толкает, это не подходит. Интересно. То есть он говорит, что вообще, вообще это не есть. То есть можно делать натилат ядаемом из крана при условии, что вода из крана идет, но это редкость, то есть с бака, который находится на крыше. изначально нужно стараться, чтобы вода омыла всю часть руки, то есть то, что называется кисть. И в момент поливания руки крути руку, то есть крути руку, чтобы она вся облилась водой, чтобы вода попала на все ее стороны, от переказруа до костяшки на где заканчивается кисть. Но даже если получилось так, что вода не попала на руку, а только на кончике пальцев, мыла луана тела, все равно тела засчиталась. Мы это можем взять из 9-го ава, из Йом-Кипура, когда нельзя мыться, но мы тем не менее делаем на телу, на кончике пальцев. Вешим акпедим на лагефета озен анатла кодем и на тела. Венахон шейнагев ядав на ративуд кодем шейшфох алех эмайн. Есть, которые устражают, и они каждый раз протирают края сосуда на телатнице, потому что в момент на телата ты касаешься ими рук. Были времена, когда были законы Тумы и Таара, это было просто азбука, это знали все, не абсолютно все себя так вели. Но сейчас другое время, по-прежнему из этих же законов, чтобы не касалось, то есть протирают. Еще важно протереть руки перед тем, как делать на телат если у тебя были влажные, протереть их. Может быть влажность отталкивает, протереть руки, чтобы они были сухие и стали мокрые из-за воды, которую ты льешь. Если ты выливаешь на руки сразу много, рвит за один раз. Мейкар один, дай перед едой. Если ты много льешь, достаточно одного раза. Взял на телатницу, полил много, рвит на правую руку, полил много, на левую, все, на телат и дай им закончил. Мейкар один достаточно. Умиколь маком, тем не менее, минхагену, наш обычный, говорит Алкут Йосеф, ведь не только у Хабада, делать гиммел памим, делать на телат перед едой три раза. Дэйтоль ядав кесэдразэ, таким образом. И кахакли, так, сначала берет человек сосуд правой рукой. Митсву всегда нужно брать правой рукой. Но, так как омывать нужно предпочтение давать правому, ты не можешь правой правую полить, ты передаешь правую в левую руку. И уже левая рука льет три раза подряд на правую руку. Потом ты ставишь сосуд, берешь правой рукой и поливаешь левую руку те же самые три раза подряд. Вегам мишу и тер. И даже если человек левша и делает все свои дела левой рукой, все равно в этой ситуации ничего не меняется. Он омывает сначала правую руку, как и все остальные люди. Потому что правая сторона тут другое. Тут зависит не от тебя, правша ты или левша. Тут зависит от того, какой стороне мы даем предпочтение. Правая сторона эждат ламо мимино. То есть правая сторона считается более уважительной, поэтому намываем правую руку. Итак, понятно, да? То есть достаточно было бы и одного раза полить на правую и на левую, если это рвитмейкарадин этого достаточно. Но минааг делать три раза. Три раза направо, три раза налево. Если ты хочешь сделать пластиковый стаканчик, использовать как натилатницу, и он держит себе воду. Одноразовый какой-то стакан. Достаточно его, чтобы сделать натилат ядайм. Не делайте натилат ядайм из полиэтиленового пакета. И даже из полиэтиленового пакета сакьиот. А, нейлоновый. И даже если этот пластиковый пакет был в специальном сосуде изнутри, кмоши киот ахалав, сакьиот ахалав, даже например, это такой нейлоновый, знаете, молоко раньше пили, молоко, треугольное молоко было в таких пакетах, и вот ты его отрезал, можно ли из него, из такого тоже нельзя. и даже если у тебя крайний случай, и даже у тебя нет никакого другого сосуда, кроме как этот нейлоновый контейнер для молока, нельзя ему сделать натилат ядаем искать благословение натилат ядаем в такой ситуации, если сосуда для натилат ядаема нет, пусть лучше ест через салфетку, оденет перчатку, короче. по закону человека, у которого нет сосуда, то есть закон человека, если у человека нет сосуда для натилат ядаема, что ему делать? Он должен есть в перчатках, или должен взять какую-то салфетку и не дотрагиваясь до хлеба есть так. Просто омоции говоришь и все? Да, говоришь омоции и ешь без натилата. Ну, что делать? Ты раз не это такой закон такой закон для человека, у которого нет возможности сделать натилат. А тут даже пользоваться можно, например, далеко вода и не получится сделать не то, что правильно пользоваться можно или надо полчаса пройти пешком, как написано, что синагогу надо несколько километров пройти к этому относится это не надо проложить усилия чтобы сделать натилат ядаем это не так просто нельзя просто но ты в аэропорту или в самолете и закрыто не можешь по каким-то причинам нет доступа у тебя что делать делать даже крайний случай и у тебя нет сосуда для натилат ядаем вот она вода но у тебя нет сосуда чтобы сделать натилат ядаем вот кстати в самолете мне кажется можно вот я сейчас подумал в самолете знаете такая штучка ты наверх давишь и тебе льется вода на руку бедеватый такой кран и у тебя нет ничего но там точно бачок там точно 100% коах гавра я думаю нормально я думаю как раз таки в самолете это нормально но нет возможно нету да на природе ты где-то оказался и речки нету и решил поесть ну куда ты сейчас пойдешь да и что делать в этой ситуации берешь заворачиваешь хлеб в салфетку и ешь так если у тебя есть какой-то медный сосуд в котором есть дырка и причем такая дырка которая делает его непригодным для на тела где-то снизу дырка но ты взял и заткнул эту дырку чем-то как-то ее закрыл можно использовать этот сосуд ешь лэх шер для на тела тяда эм что такое бед да скажи пожалуйста а если мало воды и ревит выбор либо сделать маленькой водой либо не делать выбор какой нет разницы если нету ревита то на тела тяда эм не было более того мы сейчас даже не дошли до воды следующий закон будем учить про воды мы сейчас мы сейчас говорим про сосуд если даже сосуда нет у тебя маленький сосуд ложечка ты не можешь ложечкой себе лить много-много-много-много-много раз чтобы получился ревит тоже не работает нужен сосуд который за раз способен вместить в себя ревит либо каким-то образом подставить да и сделать коах гавра чтобы это лилось на руку если это невозможно то нету на тела тядаема нету на тела тядаема нельзя трогать хлеб как поесть взять его то есть да крайний случай есть салфеткой в салфетке да не дотрагиваясь до хлеба руками и пакет подходит пакет он сказал не подходит пакет не подходит пластиковый стакан подходит бумажный стакан подходит вот именно пакеты нейлоновые пластиковые не подходят и даже более твердые такие которые держат молоко не подходят настолько не подходят что даже если у тебя ничего другого нет лучше есть из салфетки без на тела тядаема чем делать на тела тядаем таким пакетом и говорит, что я сделал натилат, и это не работает. Видите, как оказывается, такую роль играет сосуд, то есть, оказывается, сосуд это часть, то есть, нет сосуда, нет натилата ядаема, как будто без натилата. Сегодня то, что есть такое, что у тебя есть как бы сама миска, а ты берешь такие щипцы, щипцы берут миску и получается сосуд, это не называется поломка, такой сосуд можно использовать для натилата ядаема. И нужно каждый раз омывая руки, иметь кавану, что я то, что я сейчас делаю, я омываю руки для еды. Это очень важно, иметь кавану, и тем не менее, он говорит, если такой каваны не было, альталу на натилат. Натилат человеку засчиталось. Мы говорили об этом тоже раньше, когда говорили про то, что нужно делать натилат на продукты, которые в жидкостях. И там мы говорили, что там не обязательно кавана. Здесь кавана очень важна. В общем, в раме на натилат ядаема важна кавана, что я делаю это именно для того, что буду есть хлеб. И тем не менее, если каваны не было, в итоге мы говорим, что перемывать натилат ядаем не нужно. Окей. И следующий семан. Эйзи майм кшерим на натилат ядаем. Вот тут уже будем говорить именно про воду. Какая вода подходит на натилат ядаема, какая не подходит. И здесь много. Потом будем говорить про хатсицу. Поднятие рук во время натилат ядаема. И что делает человек, у которого нет воды? А он кормит другого человека. Вот это уникально, ребята. Это то, что я задавал вопрос несколько лет назад тоже своим ученикам. Вот такой вопрос, что если нету воды, есть такой закон, что вот только что мы учили, да, что можно в салфетке кушать хлеб. А если так, у человека нет воды и нет сосуда. Давайте так договоримся. Нас двое. Я тебя покормлю с рук, и ты меня покормишь с рук, и мы вместе поедим свои бутерброды. Кто должен намыть руки? Я, скажешь, я должен. Я, который кушаю, не должен, потому что я не трогаю. Я ем. Тот, который меня кормит, так он говорит, так я тебе, я это не ем. Я тебя кормлю. Так, кто из них должен намыть руки? Изратошем все это ждет нас впереди. Будем разбираться уже в этих законах. Оставайтесь с нами, что называется. Всем хорошего дня. Здесь мы прервемся. Альберт, скажи, пожалуйста, это касается только же насчет хлеба, крана, насчет крана или насчет туалета тоже? Насчет туалета мы говорили, что можно помыть руки, просто помыть руки. Мы говорим про хлеб, именно про хлеб. А тела отъедаем перед хлебом, серьезная вещь, там у него свои. После туалета на тела отъедаем, можно помыть руки. Это другое. Аленберт, говорdan. Алексей Аверин様. Карпасез все. Карпасез все. Счастливо. Не, inspire. � praмам. Аленаберт,utorна. Счастливо. анда. За simply獻. Хрупппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп,'ve погиб at на туалет. Аленаберт сaltresб Jennaбертем, с проведомール, саудистем,